Всем привет, с вами Фобос. Это первый из шести обзоров геймплея за Earthshaker, в котором мы будем рассматривать, как побеждать на рейтинге 2К ММР с высокими экономическими ресурсами. Я покажу активную игру на центральной линии, но сперва расскажу немного теории о том, какие вещи покупать и как его раскачивать, и в чем вообще сила героя. Earthshaker Earthshaker считается героем массового контроля и изначально брался как герой поддержки. Грамотное использование способностей позволяет эффективно дизейблить вражеских героев, а удачный ультимейт способен поменять ход сражения. Идея довольно правильная и естественная, ведь по сути герою ничего не нужно. Окупив блинк всего лишь за 2150 голды, мы внезапно становимся грозным оружием, забыв про которое враги могут дорого поплатиться. Математически это вполне понятно, ведь чуть более чем за 2000 голды мы получаем довольно огромное усиление, и все дальнейшие суппортные артефакты будут далеко не так эффективны. Проще говоря, все последующие деньги мы можем отдать нашим тиммейтам, и они ими воспользуются лучше. Почему так? Первое заклинание ЕСа, Фиссура, так же как и ультимейт, имеет огромные кулдауны. А Фиссура и Тотем также имеют одни из самых долгих в игре времен анимаций заклинаний. А значит в постоянных и долгих сражениях мы будем слишком медленны. Огромные откаты, низкая скорость атаки и долгие анимации очень сильно мешают наносить урон и делать что-то в контактной драке. Но с выходом аганима и подбором правильного билда герой может предстать совершенно в другом свете. И я вам покажу в каком. Для этого нужно воспринимать героя не как стоящего позади вашей команды мага с блинком, который просто выжидает удачного момента для врыва. Ведь для этого вам в команде нужен герой, который соберет всех вокруг себя, заставит врага потерять позицию и забыть о шейкере. Представьте, что вы супер мобильный танк, который сам влетает в строй врагов, которого не убить, который тотально ломает строй и позицию врагу и наносит колоссальный урон с удара тотемом, без возможности промазать. Если враг решит напасть на вас толпой и обступить, вы просто сметете их эхо-слэмом. Эта сборка рассчитана на грамотное использование аганима, который дает вам огромную мобильность. И что самое главное, убирает каст тайм с тотема, что внезапно превращает вас в супер мобильного убийцу, способного перемещаться по всему полю боя и оглушать всех и вся. Все остальные вещи нужны для того, чтобы вас попросту не могли убить или надолго задизейблить. Их нужно подбирать в зависимости от драфта оппонента. Но все довольно-таки просто. Главное, жить и наводить максимально хаоса в драке, а также танчить огромное количество урона. Что касается более низких рейтингов, как 2к, здесь можно сыграть попроще и просто вынести с центра ранний шадоублейд, а далее бегать и убивать врагов за пару ударов. Ведь тут не особо тратятся на центре и любят пофармить в одиночку. А теперь, гоу смотреть! Сразу скажу, что сделаю небольшое отклонение от итембилда, поскольку играю на рейтинге 2000 ммр. Здесь люди очень любят пофармить на любом герое, а также они очень редко помогают друг другу. Предпочитают играть в одиночку, очень редко вардят, что уж говорить о центрях. Исходя из этого, моим основным атакующим артефактом будет шадоублейд. Будем бегать с линии на линию, заряжать тотем, давать удар шадоублейда, опять тотем и скорее всего будем просто убивать вражеского героя. Чтобы быстро получить этот артефакт и левела, лучше всего стартовать с центральной линии. Также нам нужно будет решить проблему нехватки маны. Обычно я решаю с помощью лотуса, но его ждать очень долго, а нам нужно играть в темп. Самые лучшие дешевые артефакты это соло ринг или боттл. И то, и то, это перебор и опять же нетемпово. Если вы выберете соло ринг, не забывайте жмакать его, перед тем как будете заходить в невидимость или использовать какое-то заклинание. Стоять на центральной линии заер шейкера довольно просто. Нужно владеть элементарным навыком реагра крипов на себя, умением добивать их авторшоком после использования тотема, а потом с двойным уроном динаить какого-то своего крипа, желательно рейнджа. Против героев ближнего боя возможности больше, поскольку вы можете при этом постоянно харасить врага и бить ему в лицо. На третьем или четвертом уровне у нас появится фиссура, которой в принципе тоже можно добивать вражеского рейнджового крипа, если к тому времени враг начнет нас сильно харасить. В общем, если делать все правильно, такой шейкер выигрывает огромное количество матчапов. Проблема только в том, что рано или поздно враг поймет, что не может соревноваться с вами в ластхитах и просто начнет вас бить. Желательно к этому времени не растерять весь реген или поднести новый. Это также та причина, почему я люблю соло ринг больше боттла. Он дает мне хп реген и урон, позволяя еще эффективнее стоять линию и не отвлекаться на сбор рун. Я не отвлекаюсь, Shadow Blade будет быстрее. Но проверять руну буду так, одним глазком. Еще на этом рейтинге огромное количество лесников или с какой-то ранней минуты люди просто покидают свои линии. Это развязывает руки с упортом и нужно быть готовым к их приходу на центральную линию. Очень желательно иметь вард, а также проверять руны, чтобы вас с ними не убили. Вообще, не стесняйтесь тут покупать себе варды, реген и прочее. Далеко не факт, что ваш саппорт обеспечит вас этим. Я прокликал флетчера и увидел вард у него, потому я на первые деньги куплю себе сентрю. Она также будет мне полезна при убийстве когда-то потом, если он прокачает инвиз. Еще до встречи крипов мы можем использовать тотем, чтобы сразу иметь двойной урон на первый удар и гарантированно убить кого-то из них. Когда мы стоим на своем хайграунде и вот так вот оттягиваем крипов, мы довольно легко можем взять все ластхиты и вражескому герою сложно нам в этом помешать. Также ему сложно нас харасить. У этого трюка есть крутое последствие. Теперь на врага прет двойная волна крипов, который будет очень сложно добить подвышкой, и я при этом смогу ему мешать. Это супер решает в матчапах, где один из героев должен сильно харасить другого. Подвышкой, когда его жмет толпа крипов, это сделать крайне тяжело или в ущерб ластхитам. В общем, смотрите как я ему мешаю, держусь рядом, оглушаю с помощью тотема, убиваю крипов. Главное ненароком не нажать на него атаку, потому что вас начнет стрелять вражеская вышка. Здесь также важно держать в голове локацию курьера и вовремя отменять его от передвижения на какую-то из линий. Зачастую он очень нужен будет вам в миде, а люди на боковых линиях будут часто его использовать для того, что принести вардик или немножко регена или вообще вещи, которые продаются в боковых магазинах. На более высоких рейтингах такой проблемы нет. Там игроки понимают, что курьер это важный ресурс и не используют его для ерунды. Так что постоянно держите в уме и загружайте всегда курьера своими вещами. В общем, я съел его вард, поставил свои и теперь флэчер довольно простая мишень для убийства. Нужно лишь дождаться прихода кого-то из своих союзников. Ну или своего шестого уровня, а там мы почти наверняка убьем его сами. Фокусируемся на ластхитах, грамотно используем тотемы с пассивкой для добивания крипов. Иногда бежим на врага, чтобы он уступал и не бил нас, не забывая вовремя докупать реген. Старайтесь игнорировать тот факт, что вас бьют и просто держите себя на фулл хп с помощью расходников. С соло рингом будет еще проще. Вот именно так мы стоим почти против всех героев дальнего боя и просто выиграем их на чистом ластхите. Это еще флэчер против нас, который бьет довольно больно. Когда кончится мана, просто принесите себе пару манг или кларити. Главное не проворонить момент, когда наш оппонент поймет, что он очень сильно просаживается по крипам. Он тогда полностью переключится на харасс, и нам нужно будет играть попассивнее. Его поведение поменяется, и он будет пытаться вас все время тыкать, даже в ущерб ластхитам. Но обычно это ему уже не поможет. В этом ничего страшного нет. Просто не идите динайть крипов, которые ушли далеко к нему. Также старайтесь стоять на своей горе и отводить крипов под вышку. Шанс на промах и дополнительная броня от вышки существенно уменьшит входящий урон. Вот он уже психанул и использует стрейф. Все хорошо. Мы берем свои левела, деньги и ждем шестой уровень. Давайте теперь глянем на других героев оппонента. Хороших против Шейкера нет. Наш герой довольно хорош против Марса в плане тимфайта. С появлением Аганима мы сможем легко запрыгивать и выпрыгивать из арены. Морф, один из самых популярных керри-героев сейчас. Он часто любит гулять по карте с низким количеством здоровья. Если у нас будет быстрый лотар, почти наверняка мы сможем довольно легко его подловить пару раз и убить. А потом он уже будет бояться ходить перекачанным. Главное не забывайте контролировать сколько у него хп. Вот кстати мы наблюдаем гуляющих саппортов. Если вы можете сделать килл на них, то не стесняйтесь. Тут важен еще психологический фактор. Ведь после такой смерти он скорее всего больше не захочет приходить. Ну и вот у нас есть наш шестой уровень. Я двигаюсь на шрайн, чтобы полностью восстановиться и возможно сместиться и помочь на баунте. Слишком много времени я от этого не потеряю. Лучше бы я конечно купил сапог, а не перчатку. Было бы быстрее. Продолжаем стоять на линии. В идеале реализовывать ультимейт каждый раз, как только он у нас есть и просто ждать появления Shadow Blade. Если наших союзников будут давить под вышками, лучше тоже им помочь. Все же мы играем довольно пассивно. С таким геймплеем этот артефакт появится довольно рано. И мы сможем держать в ужасе всю карту, просто убивая героев за несколько ударов и оглушений. Я постоянно подконтроливаю руны, потому что это единственное, с чем нас могут убить. Также важно понимать, что любой герой, который приходит к противнику, далеко не факт, что сможет нас убить. У нас герой довольно плотный и способен откинуться. В то время как для Флетчера ситуация не так радужна. Любой плюс, и он очень легкий фраг. Из-за этого у меня огромное преимущество при пассивном стоянии на этой линии, и он гораздо более уязвим, чем я. Я вижу, как у меня Тинни идет в смаке. Сейчас мы попробуем его убить. Че-то он долго идет, и я в общем жду момента. Все, Тинни подходит, мы нападаем. И довольно легко его убиваем, даже без Ахослэма. Я специально не трачу ульт. Далеко не факт, что я убью Куджа, а если бы даже убил, не думаю, что это было бы выгодно. Я хочу приберечь его для Флетчера, ведь наличие Ахослэма это почти 100% шанс его убить. Пусть боится. А на Кудже мне как-то фиолетово. Опять же, проверяю руну вверху и продолжаю стоять. Меня это полностью устраивает. Я формлю, приближаюсь к своим шмоткам, и враг против меня постоянно под угрозой смерти. В то время как убить такого Шейкера, к которому сейчас долетят пауэртриды, очень тяжело. Тысяча четыреста жизней на седьмом уровне. Я специально сейчас оттягиваю линию на себя, чтобы когда он пришел, мне было бы гораздо легче его атаковать. Ему придется спуститься с горы, если он хочет добивать крипов, и тут я его прихлопну. Ну и опять же, мониторю карту, поскольку стою один. Если моих союзников буду бить под вышками, я тэпнусь и реализую Эхослэм. Но конечно, если они сами побегут под вражеские вышки, я ничего делать не буду. Опять проверяю руну. В таком билде я всегда выкачиваю третий скилл, а потом уже второй. Ради большего килл потенциала в одну цель. О, флетчер внизу. Я быстро подпушиваю линию, и полечу вниз, выровняю шансы по драке и количеству героев. Мони крипы еще будут бить центральную пушку, а я нахожу флетчера, который пытается найти свое место на карте. Ведь стоять в миде он уже не может. По факту, мы полностью разрушаем геймплей вражеского героя. Ну и не забывайте поглядывать на миникарту. Мы все равно стоим и при фарме. С должным уровнем ластхита это не забирает много внимания. Старайтесь всегда делать что-то полезное. Вот, например, стак крипов. Пудж пришел. Как мы помним, с комбинацией мы наносим довольно много урона. То есть фактически даже без удара убиваем двоих. О том, сколько наносит комбинация, я расскажу в третьем выпуске. Ну, примерно это 800-900 урона. Потому они так развалились. Конец Ироли Гейма.